добрый день дорогие друзья сегодняшний ролик будет немножко не в том формате в котором вы которому вы привыкли темой сегодняшнего нашего ролика будет не аккумуляторная тема и совсем не аккумуляторная далеко не аккумуляторная тема потому как возможно эта тема в скором времени она уйдет небытие исчезнет почему исчезнет сейчас попробую пояснить и объяснить давно хотел записать этот ролик но все откладывал надеялся на лучшее что эти проблемы как-то исчезнут уйдут но все остается на прежнем уровне и стало еще намного хуже сейчас у нас отключают свет по ночам то есть полностью оставляют кооператив без света для чего и почему и как это все делается я постараюсь объяснить процессе ролика я надеюсь вы поймете надеюсь на ваше понимание не хочу сказать что это крик душе но настроение очень плохое настроение нет ну давайте немножко пройдемся по этой территории и продолжим ролик но следующая часть будет записана на другую камень вот сейчас я нахожусь на этом островке более-менее ухоженный гаражей люди ремонтируют гаражи пытаются их восстанавливать для многих гараж это отдушина очень много пенсионеров которые проводят все свое свободное время в гаражах рукодельничать что-то делают вот пенсионер восстанавливает гараж улучшает внешний облик многие он перекрыли крыши но это только здесь вот на переднем плане там сторожка буквально 150 метров мы находимся в 150 метров от сторожки вот так вот выглядит наша территория как видите привет а до снимаю мы потом объясню что да как много молодежи которые тоже занимаются интересным делом несколько предпринимателей и пешников открывших свое дело для того чтобы ни от кого не зависеть но зависимость появилась по причине по какой причине давайте будем разбираться это мой кеша сейчас я переключусь на другую камеру и мы пройдет продолжим нашу видеосъемку моего монолога будет плохо слышно общую мысль общий фон того что я хочу донести я надеюсь я надеюсь вы все поймете вот так дороже я надеюсь многие многие как я уже говорил чинят их за свой счет тратят деньги для того чтобы облагородить дорогу но это вот наш такой небольшой остров для заполучения даже вдаль и так далее и плавно переходим в другой мир и в другую реальность вот здесь находится задний проход через который может пойти на горе вот так вот так вот он выглядит и как видите вот это все разруто это все разруто вот так вот подвалы погреба сняты шпалы вот это это цветочки на эту подшумку будем переходить к ягодкам все прямом будем так говорить прямом онлайн режиме запись будем тренировать очень редко для того чтобы тренировать ролики он полностью не лазит на карту телефона и вот начинается наши наши ягодки вот как видите все гаражи у нас разбомблены и вскрыты они для того чтобы вытащили рельсы мы пока сюда еще не добрались это разрыли два года тому назад все было вскрыто разрыто вот таким образом якобы для того чтобы не проникали вот эта линия гаражей есть так раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 гаражей 9 из них были вскрыты за одну за один день за один рабочий день пять лет тому назад когда я заезжал все все вот эти гаражи они были в полном порядке люди приносили сюда урожай картошку мартошку соление варенье вставили автомобили здесь но когда я въехал сюда вот этих гаражей уже не было вот которые стоят стеной потому что начинали бомбить именно со стороны речки вот пожалуйста смотрите как это все дело выглядит когда ломали эти гаражи все старались задеть соседние на следующей улице чтобы разгландить их вот так выглядит траншеи давай возьмем все посмотрим все погреба вскрыты траншеи релись не до того чтобы кто-то сюда не дошел далеко не до того что вытащить рельсы и обогатиться так ну вот здесь двенадцать гаражей так ну вот здесь двенадцать гаражей ну вот эти цветочки и теперь смотрите вот полностью 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 до самого конца это было очень открыто буквально за пару дней в начале скрыли крыши подкрывали крыши для того чтобы вытащить рельсы с крыши а потом признали сюда технику из каватуры и вырыли и вырыли рельсы с погребов кто-то наверно скажет а че там че там эти крыши ну как говорится дурак думкой богатеет я не буду являться в стоимость в в в там тонны килограммов железа а примерно примерно посчитаю сколько давайте вместе с вами посчитаем сколько металла можно выдернуть с одного гаража вытащить да не вытащить а выдернуть вот таким воротским способом и все это делалось под контролем и при участии есть согласие управления наших гаражей потому что так разводить гаражи по тихому не получится не удастся но опять же это окраины это цветочки сейчас мы пойдем и будем поедать кто там у нас дальше вот здесь тоже сделаем какую-то баррикаду попробуем пролезть вот туда ну это нелегко удалось так что ворам это не составит туда ну здесь парни тоже провели свет поставили видео наблюдение для того чтобы обезопаситься от воров воров постоянно наблюдают за своими гаражами и при удобном случае если замечают какое-то движение сразу вылетают сюда на сторожей на охрану надежды нет никакой но повторюсь начали отмечать свет и я думаю в ближайшее время эти гаражи будут так же разбомблены так ну вот это все это все здесь пять лет тому назад вся вот эта улица была в гараже практически все гаражи были целые там у нас через стенку находится пятый кабиратик но такого безчинства и такой наглости там никто не до такого безчинства и до такой наглости там никто не додумался не это можно быть просто накудевшим вот так вы видели бывшие гаражи вот они до бесконечности пятый гаражный оператив так это ломают сейчас вверх сейчас крыльч сдергивают но погреба остаются целыми у нас добрались и до погребов сейчас друзья я буду снимать идти молча и навожу запись моего разговора с председателем кооператива когда я ему позвонил вчера и спросил почему с чем связаны отключения света за свет все платят своевременно кто светом пользуется платят многие платят наперед многие также платят наперед за гаражи хотя за гараж по моему мнению нужно платить в конце года давайте сейчас подойдем к одному из пешников которые здесь работают занимаются ремонтом кондиционеров заправкой кондиционеров и попробуем узнать его мнение и ветер маска добавил что весит около 136 килограммов и завершение валюте доллар на сегодня 94 рубля 80 копеек пару вопросов не в курсе не в курсе а у меня сейчас шнур надо поменять шнур на модели отключается модель сам не дать ему или шнур или блок питания если он отключается просто отключает свет поэтому у тебя нет это все делается до того чтобы до последние две недели вчера палубь звонил он говорит ко мне на сайте не хочешь тебя у почвы ну конечно за свет платишь ну конечно вот и ты теперь ну что теперь теперь они хотят чтобы разбомбили все гаражи опять подогнать эскалаторы все своего гаража почти берут наши дорогие охраны нету света нет в категории соответственно нет охраны они закрываются своей стороной и всю ночь там балдеют не знаю чем они там вынимаются сзади председателя что поменять надо ну он уже заебал это будет ролик который я выложил например под одноклассники собраны на все платформы а алё они с одной стороны права же никто не платит за свет никто не платит ну Николай Павлович я при чем я оплачиваю у меня наперед заплачут я при чем весь кооператив надо сейчас пускай каждый месяц по пищи хватит пускай горит мне надоело ну надо решать Николай Павлович нельзя без света оставлять он там три рубильника зачем он все отключает есть одна линия на которой мы висим пусть ее оставляет не только вы весь кооператив отрублены не только вы все отрублены ну Николай Павлович ну постояльщики то все платят но мы только постояльщики все платят да никто не платит ну чё ты олег рассказываешь я вот молчу только никто не платит иди посмотри сорок пятьдесят копеек ну Николай Павлович ну 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 строители платят а здесь не платят за свет а хотят чтоб все не горел вон иди на строительство глянь что строительство сделали да при чём здесь строители я за свои гаражи беспокоюсь а я тоже беспокоюсь за все потому что никто не платит чем платить ну ну ты заплатил все остальные не платят все и все бресту сорок копеек идите Ну, надо, значит, с ними работать, Николай Павлович. А при чём здесь я? Я хочу, чтобы свет у меня горел. Я ещё раз объясняю. Не будет круглые сутки гореть у всех. Я ещё раз вам говорю. Почему не будет? Для того, чтобы долбили гаражи? Да и хуй. В смысле как? В смысле как хуй с ним, Николай Павлович? Даже если не хватит. Почему не хватит? Пусть долбят гаражи и вытаскивают. А вы будете рельсы дальше таскать? Будем. Какие рельсы таскать будете дальше? Николай Павлович, вы знаете, о чём я говорю? Николай Павлович, если не будет света, я буду тоже какие-то решения принимать. Вы что думаете? Что мне пугать? А каких рельсов? Ты можешь мне в глаза говорить. Говори, я не боюсь, что за меня пугать рельсы. Какие рельсы? Николай Павлович, давайте, не будем. Давай так. Если ты много разговариваешь, объясни мне сейчас, слушай-то, какие рельсы? Ну-ка говори давай. Будь мужиком, и не надо за углами ходить чесать. Никто за углами не ходит и не чешет. Николай Павлович, включите свет, вот и всё. Вот и всё, да, давай так. Раз сюда введёшься, да? Чё вы тут введёшь между углами и языками чешать? Рельсы, не рельсы? Какие? Поймал ты меня, слушай, рельсы. Чё мне-то пугаете, блядь? Николай Павлович, ты чё из себя возомнил, а? Я не возомнил, а я в армии. Чё увидел, что... Ты хочешь, чё, со мной повоевать или чё? А чё ты мне пугать с собой воевать? Я тебя не пугаю, я тебя прошу свет включить, вот и висхуй до копейки. Я болею в области, если я не работаю, разбирайте там. Короче, света не будет, да? Я не, я не буду. Короче, не будет света, Николай Павлович, вот завтра не будет света, обижайтесь на себя. А чём не будет? Ну, узнаете, что будет. Я не с пустого это место говорю. Просто свет включите и всё, и всё нормально будет, как раньше. Не пугайте меня. Да я тебя не пугаю, Павлович. Просто включи свет, вот и всё. Я не буду лезть туда, я не работаю, тебе сказал. Я поговорил с ними, всё, я не работаю. Ты можешь понять или нет? Кто работает? Чья инициатива, скажите? Не знаю, я включу, я же не работаю, объясняй пять раз. Я с первой шла ушёл. В смысле, вообще не работаете или в отпуске? Я ушёл в отпуск, последшим увольнением, всё. Ну хорошо, завтра я буду в отнимате и будем выяснять, кто там работает, что работает. Олег, Олег. Посмотрим, 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 Павлович. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, Николай Павлович, посмотрим. Света не будет, значит, будем посмотреть. Давайте, всего доброго. Лечитесь. Лечитесь. Лечитесь, Николай Павлович. Завтра будем разбираться дальше. Да разбирайтесь, где угодно. Хорошо, хорошо. Вот, я всё это уже прошёл. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот так, а то рельсы какие-то у меня. Рельсы, мы всё знаем, могу, на чём ушло, не расскажешь. Хорошо, хорошо, хорошо. Так что, Олег, увольт не надо, я пуганный уже. Да я знаю, что вы пуганный. Вот и всё. Кто б сомневался. А чём я кимак? Да кимак мне всё не прикажет. Ну хорошо, хорошо. Не платят деньги? Вот я пишу, разобьтесь, и не платит никто. Кто виноват в этом? Я что виноват? Работать надо с людьми. Вы не хотите платить. В смысле вы? Вы, кто это вы? Все. Не хотите платить. Кто все? Люди... При мне я сидел, там пять человек зашло, заплатили за гаражи. О чём вы говорите? А чё такое? Нет, подожди. А чё такое пять человек зашло, заплатили за гаража, свет? Ну никто же не платит. Пока я сидел. Пока я сидел у Татьяны Николаевны. Всё. Я же сижу. Ну кто же это разоберет? Давайте. Всё, давай. Давайте. Я ей позвоню, координат. Я перешёл на другую улицу. Вернее, не на другую, а на краю. Здесь сидит. Просто снимаем. И мы движемся в сторону самого интересного. Как видим, здесь ещё гаражи. Также живые. Пока живые. Сюда. Надеюсь, ворон не скоро подменят. Но если кооператив будет и дальше без света, то они вычислят себе возможное обогащение. Быстрого обогащения. Это всё делается. В сговоре. Многие гаражи. Многие крыши просто пробиваются. Ничего не волнуется. А делается это просто для того, чтобы вот эти бабушки, которые картошку, соленье и всё прочее и стали хранить свои запасы. И почему бросали горожей? Ну вот. Это всё на другом стороне. Отсюда крались. Всё разбито. Вот сюда крались для того, чтобы вот эту крышу. Здесь мы потратили вот эту траншею, которая для чего, непонятно. Вообще дорожи, которые буквально два-три года тому назад, половину из них еще было было. Мы вернемся в сторону самого интересного. Это все дорожи подразделки. Если кто-то сможет посчитать или считать, то это дорожи подразделки. Видео снимаем. Что там было? Это камера. Снимаем видео, чтобы показать, к чему привело без хозяйственности и преступная палатность. Победизм, жажда наживы, передошла все пределы и напрочь уничтожила совесть. Надеюсь, видно, да? Это все дорожи. Сейчас мы подходим к самому интересному, так сказать, к вишенке на торту. На торте. В связи с этим роликом, с тем, что я показываю, у меня, конечно, есть очень большой вопрос и предложение к антикоррупционному комитету, чтобы разобраться именно с этой проблемой. вот с этим мародерством. По-другому это никак нельзя называть. Вот здесь у нас были гаражи. Вот это все были гаражи. Вот этой стены. Вот здесь все вскрыто. Все вскрыто. Та сторона. Как бы у нас все вывернуто на изнанку. Ну, давайте пойдем. И на торте. Это вылез, ни как на кого. Это просто слезы и горе. Я предлагаю тем, кто узнал местоположение своих гаражей, если есть какие-то документы, или таким образом можно подтвердить владение гаражей. Многие же приходили к другим гаражам, к домам, что от них осталось. И уходили молча, разворачивались. Никому ничего. Не было компенсировано. Никому ничего. Смотрите, вишенка на торте. Давайте пройдем. Попробуем пройти в сторону. Прямо через канаву. Которые собачки не могут продержать. Постараюсь и яблоки. А для молодых, на крыше. постараюсь и ты не сможешь. Попробуем. 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 Очень слой. Ярожей к улице. начались бомбежки вот с той стороны как видим 4 улицы полностью вылили полностью вытащены тысячи не сотни а сумма наверное много тысяч а может полторы тысячи гражданин так вот владельцы знают владельцы обращают на эти торжественники и обязательно для того чтобы обратить внимание на эту проблему много брошенных домов ни до кого не секрет но эти дома законсервированные никто не гербанит не не растаскивает а на на нажиться просто разбомбив те гаражи которые может не посещали а может просто бросали просто напросто пробивали либо смену а 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 о а а акад а не вижу никакого толку, что управление якобы заступило камеры по камерам никто не наблюдает и никто не смотрит затем, что происходит ночью в любимом кофе расходочек гараж проще простого ну, с гаража сколько можно? я не знаю с каждого гаража, грубо говоря, в принципе, полторы тонны рельс и железо вытащить можно сколько это будет? не знаю, на тот момент, когда это все сдавалось сказать тоже не могу, но по моим посчетам повторюсь, что дурак думкой богатеет по моим посчетам это порядка 100 миллионов деньги было выручено с этих гаражов а тут я хотел бы, чтобы более компетентные органы посчитали это все разобрались не знаю, есть статья за это, нету но то, что есть статья за преступную палату за предоставление условий для того, чтобы воровали и грабили чужое имущество я надеюсь, найдется и кто-то за вот это безобразие должен ответить повторюсь, если продолжится и дальше отключение света оставление гаражей без всякого присмотра ночью то это вопрос времени когда этот кооператив полностью загнется и будет разрушен хотя сейчас гараж построить это ну я думаю по минимальным затратам надо около миллиона кинги на строительство гаражей по ниточним временам и вот сейчас я отключу камеру эту и мы подытожим то, что было снято подойдем к моему гаражу и постараемся сделать так так это что это 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 Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это у меня сигнализация сработала Света нет Так давайте я включу Вспышку Пожалуйста Нет освещения Нет света Единственное что у меня работает это бесперебойник вот такой аккумулятор и благодаря только ему производится запись на камеры но друзья я нужно отдать должное вот этим преступным указом их выполняют не все не все смены но я думаю что указание все-таки были не знаю или со стороны председателя правления хотя какое управление уже по крайней мере 10 лет не проводилось ни одно собрание кооператива и кто выбирал это правление непонятно что-то совсем непонятно кто выбирал кем она избиралась со слов сторожей которым я звонил они говорят что это указание правления выключать свет на ночь но опять повторю не все смены это указание исполняют а отличает цвет смена александра гека и николая баландина вот эти два человека несут полную ответственность за сохранность этих гаражей чё бесед остался нету света раз три дня отключения не знаю у кого проблема у нас проблем нет это это инициатива либо баландина либо гека но эти два человека полностью несут на себе ответственность за судьбу разбитых гаражей в ночное время именно в эту смену сейчас друзья постараюсь подъехать к сторожке и снять не знаю сонные лица не сонные этих парней которые отключают свет если получится снимем если не получится на этом будем считать что наш ролик окончен вот так вот выглядит выглядят сумерки в гаражах а в ночное время это выглядит гораздо темнее и гораздо опаснее передайте привет владельцам гаражей 3 кооператива чё хотите пожелать александр ген где владельцам гаражей чё хотите пожелать спокойно очень приятно молодец удачи вам блин тебя не видно были как теснять без этого надо а спрятался на посетить вот хорошо видно приятных сновидений саши друзья ну что ж на полном газу мы пролетели по части гаражей которые разрушены и давайте постараемся сделать какие-то выводы и заключение из того что я хотел сказать что хотел донести основная цель конечно не наказать кого-то за то что произошло грабанули и грабанули а цель этого ролика сохранить то что осталось то что люди лелеет ходят лелеет ремонтируют гаражи уже довольно таки старые тратятся потом и кровью нажитые деньги в восстановление но жалко и обидно до слез за те гаражи которые разбомблены потому что многие бы хотели приобрести гараж в личное пользование сейчас стоимость гаражей в среднем 500 тысяч в нашем кооперативе и если бы эти те разбитые гаражи которые от которых отказались которые бросили можно было восстановить люди бы с удовольствием тратили вот эти 500 тысяч восстановления гаражей и прекрасно либо проводили время в них занимаясь каким-то хобби или любимым делом либо просто хранили свои запасы на зиму у всех было бы хорошее настроение и прекрасное самочувствие давайте спросим еще одного здравствуйте как вы считаете вот эту идею подключения света ночью которую как бы внедрило наше управление отключение отключение света полностью гаражей чему это как это не чему это ерунда люди имеют счетчики платят по счетчику все платят наперед платят за гаражи более наперед и та песенка которую поет палыч о том что якобы никто не хочет платить это все бред поэтому дорогие подписчики все вот эти вот заключение которое я слышала от при бывшего или нынешнего председателя кооператива это бред все делается для того чтобы окончательно разбить наш гаражный кооператив и а а деньги положить карман совершенно правильно так что друзья делать выводы вам я думаю я надеюсь на то что компетентные органы и органы власти обратит обратят пристальное внимание на эту проблему мародерство в наше время недопустимо люди улучшают свое благополучие приобретают автомобили которые с удовольствием выставили не на площадках возле домов а в гаражах но сейчас гаражи имеют просто неподъемную сумму хотя повторюсь те гаражи которые растащили и разбомбили могли быть прекрасно восстановлены восстановление 200 300 в районе 400 тысяч это уже великолепная отделка и кооператив продолжал бы жить и процветать ладно всего всем доброго берегите свои батарейки всем пока